Отмечали День Конституции сегодня по всей Украине, но были не только праздничные шествия. В разных городах люди вышли, чтобы выступить за освобождение политзаключенных из российских тюрем наших военных из плена Ордло. Вспоминали и бойцов, воюющих на Донбассе. Центральная площадь Кропивницкого. Полсотни человек вышли поддержать соотечественников украинских военных, которые уже четвертый год подряд в плену. Это Сергей Глоднар и Александр Кореньков, военнослужащие третьего отдельного полка спецназначения. В плен они попали во время выхода украинских солдат из Дебальцевского котла в феврале 2015. Он может подтвердить, в каком состоянии перебывают хлопцы. Права украинцев порушаются за гратами в Ордло. Права украинцев порушаются за гратами в Российской Федерации. Поэтому в нашей Конституции написано, что права украинцев не порушены. Права, свободы, честь, гидность – это все, чем мы должны дыхать. Участники акции выпустили в небо символические красные шарики с цитатами из статей Конституции, которые гарантируют права и свободы каждому украинцу. В Харькове ко дню Конституции на здании обл. администрации появился огромный синий-желтый флаг. Полотнище растянулось на четыре этажа в высоту. Государственный флаг вывешивают в эти дни уже третий год к ряду. А на площади Конституции к памятнику независимости сегодня принесли цветы чиновники, ветераны АТО, представители духовенства и жители города. Конституция – это самый высший перелек норм и ценностей, которые объединяют украинский народ и единую нацию. И настолько, насколько мы ответственно и зрело относимся к своей Конституции, к своих законам, свидетельствует о том, что готовы мы приедем к цивилизованному демократическому свету, что есть в нас внутренняя сила приедем к сильнейших света всего. Это святое как государства, так и каждого украинца. В Ивано-Франковский день Конституции традиционно отметили праздничным концертом в филармонии. Это один из знаков государства, один из знаков Украины, идентификации. Поэтому не только для меня, а и для нас всех, украинцев, это очень важно. Степан Волковецкий – один из тех, кто 22 года назад принимал основной закон Украины. Тогда удалось принять Конституцию, которая соответствует европейским и световым стандартам. И это все таки историческое событие, и это очень хорошо. Однако это не означает, что у нас нет проблем. Проблемы не в недосконалости законодательства и Конституции, а проблем основной в невиконании Конституции и законов Украины. А на улицах Сум в этот день звучали духовые оркестры. Ко дню Конституции тут уже в 17-й раз проводят фестиваль Сумы Украины. Участие в нем приняли 12 коллективов из разных регионов страны. Данил Снисер, Елена Брынза, Жанна Дучак, Владимир Кувакин и Зиновия Автонас. Подробности – телеканал «Интер».